Друзья, вот снова я с вами пришла на Кабуцейл, но вы знаете, сегодня жара у нас ужасная, сегодня воскресенье, и наверное, что Кабуцейл очень маловат и слабоват, потому что все, наверное, на пляже предпочитают быть. А я-то пришла сюда конкретно, знаете, что мне нужно? Шторы. Вот хочу шторы поискать. Ой, слушайте, опять что-то покупателей больше, чем продавцов. Как-то все по-разному бывает каждый раз. Вот, детских игрушек опять полно, опять одежды полно. Я тоже опять сейчас с вами прогуляюсь так, чтобы не особо оказывать, что я снимаю на камеру. Ой, не знаю, прям не хочется уже мне лишний раз все эти вещи. Так, вот видите, какая одежонка тут у них. Красиво. Сколько это? Is it yours? No? Excuse me, lady. How much is it? 3 pound. 3 pound, ok. Ну вот я опять, конечно, пришла не к открытию, друзья. Если что-то хочешь конкретное купить, как я уже говорила, надо идти к открытию. А вообще, что-то меня немножко уже стало разочаровывать все то, что здесь продается, вы знаете, в основном вот все вот такое вот барахло, которое абсолютно никому не надо. И потом, что-то как я смотрю, все больше и больше. Смотрите, какие толстые ходят тетки. Вот только посмотрите, друзья. Это же просто не... Ой, sorry, бар. Это же просто немыслимо. Какие толстые тетки. Вот практически все, вот посмотрите, и продают, и покупают толстые. А вот здесь вот еще у нас стали появляться афроамериканцы. Но это, наверное, знаете что? Это, наверное, все-таки приехали на каникулы, потому что в основном они у нас не живут здесь. На острове Уайт. Специфическая такая территория. Ой, это красивая меру. Какая большая меру? Эта. Да. Эт. Я вижу. Окей. Это красивая, не так? Да, это красивая. У меня еще один там, но... Ты называешь Смола? Я вижу. Да, это красиво. Да. Ну, что-то как-то вот... Я в тот раз за паунд покупала такие зеркала, друзья. Когда, когда, как? Когда, как? Ну, вот видите, какая пустота. Вот это все обычно заполнено машинами и туда, и сюда. Сейчас это так только, знаете, только называется, что это... Вот такая вот кабуцелая барахулочка. Ну, однако, посмотрите-ка, люди что-то все покупают, все что-то находят. Красиво. Ой, какие рюмочки красивые. Ну, вот видели я, каких красивых четыре хрустальных стаканчика купила за паунд. Вот это очень даже я люблю такие вещи. Вот, хотя, конечно, оно мне вроде было и не надо. Хотя надо. И для воды, и иногда для какого-то напиточка. Будет неплохо. А вообще, как я вам уже сказала, я шторы ищу. Ага. И вот, что-то как-то шторта я... Шторта я и не нахожу вообще на сегодняшний момент. Вот. И тут, получается, у нас... Вот увидела знакомую свою, но не стала отвлекаться, чтобы ее не отвлекать и вас не напрягать разговорами. Вот. Ну, вот опять вот этот развал. Сейчас, может быть, вот эту сумку зеленую. Это что, пляжная, похоже, сумка, да? Опса. Сумочка пляжная, новая, видели, но... Неплохая, но зеленая мне как-то ни к чему вообще. За паунд, может быть, купила бы. Я уже, конечно, так, знаете, обнаглела. Мне все как-то хочется. Уж если что-то находить и покупать, то совсем дешево. А так... Ну, хотя два паунда, конечно, можно было покупать. Не знаю. Практически не надо мне ее. Как обычно. Ой, господи. Вот это вот, как я уже вам рассказывала. Придешь, обязательно купишь какое-нибудь барахло. Потом приносишь и думаешь. Своего барахла навалом. Еще и это барахло. Зачем я его купила, вообще непонятно. Надо какие-то планы составлять. Обычно иду просто так. Вне планово. Что увижу красивое, покупаю. Ну, вот, видите, штор не оказалось сегодня. Сейчас еще с вами вот по этому, по последнему ряду пройду. Здесь обычно ваны-ваны, караваны стоят. И обычно здесь они мебель продают. Ну, вот, сегодня у нас Кабуцейл абсолютно маленькие и неудачные. Вот видите, тут кое-какие есть. Что-то такое. Ну, это даже не мебель, я не знаю. Что такое, полочки? Полочки, не полочки. Для сушек белья. Вот так вот взять, покрасить. Неплохо. Раньше я занималась таким. Тоже, по-моему, вам рассказывала. Я покупала здесь вот столики, полочки. Стулья старые. Но только, чтобы они были, конечно, не расшатанные, чтобы они были такие более-менее приличные. И я их переделывала, перекрашивала. Вот под шабишик. Вот типа вот такой вот полочки. How much is that? Three. I see. Ну, вот опять. Yeah, I see, ага. Thank you. Нет, не готова я за три фунта. Она шатается вся. И что-то все... Сейчас я разленилась. Вот смотрите, велосипеды. Интересно. Сколько же велосипеды. Excuse me. And your bicycle. Bicycle. Yeah, this one. Ага. Ten pounds. Ten pounds. Ну, вот как бы, видите, где-то тоже был в гараже долго. И весь проржавелый. Ну, за ten pounds, конечно, может быть, можно было купить. Но это я только так, знаете, спрашиваю для вас, наверное, скорее, чтобы вы немножко поняли, какие тут цены. Вот тут вот вандефл тоже что-то. Какие-то модели самолетов тут у нас есть. Здесь игрушки в ящиках детские. Вот на усладу детям. Видите, сколько тут игрушек моделей самолетов. Всякой ерунды. Вот, друзья, и вот последний караванчик. Тоже, похоже, ничего особенного. Это вот этот вот викторианский опять, видите, набор. Раньше умывались вот в таких вот наборах. Это считается антик. Excuse me. How much is it set? Ten pounds. Ten pounds. Thank you. Yeah, it's brilliant. Yeah, it's good. Ну, в общем, не знаю, что можно покупать. Вот, друзья, показала вам вот такой малюсенький сегодня наш воскресный кабуцейл. Может быть, когда уже такая погода сойдет, жаркая, опять же, то, понимаете, то дождь мешает, то солнце, то жара. Вот что-то как-то никак у нас не клеится этот кабуцейл. А потом эти все фестивали, вы знаете, ну, каникулы. И, в общем, конечно, он все как-то скуднее и скуднее. Вот. Так вот, значит, что я хотела сказать. В основном здесь иностранцы. В основном здесь покупают, скупаются вот люди, foreign people, так называемые, которые приезжают, наверное, на каких-то крошечных зарплатах, где-то работают, подрабатывают. И вот они здесь предпочитают и деткам своим покупать, и сами здесь покупают. Ну, и англичане, конечно, тоже. А вообще, они так дешево покупают, потому что, видите, как они говорят, чарати. И хотят дать просто вторую жизнь вот этим вот вещам. Ну, вот, друзья, и все, пожалуй, иду я назад. Больше ничего вам тут показать я не смогу. Сейчас вот, наверное, подойдем. А вот посмотрите, как интересно. Клюшки, гольф, игральные и мячи. И клюшки, целая куча. Вот. Куски ковролина, что тут только нет. Вот я подходила, смотрела у этой женщины уже вот эту вот квадратную вазочку. Она за нее паунд хочет. Ну, я что-то, вы знаете, опять думаю, вроде у меня уже и не надо. Вот. А вот это вот бизнес процветающий здесь всегда. Этот автобус, мороженое. И всегда даже очередь стоит. Потому что жара и много людей. Ну, вот так, друзья, вот такой кабуцейл у нас сегодня. Первое июля, воскресенье. Вот. Сейчас, по-моему, везде жара. И в Москве жара, и в моем любимом городе Ростове. Жара невозможная. Ну, вот и у нас 30 градусов. Это, конечно, непривычно. Поэтому все, наверное, на пляж, на пляж, на пляж. Ну, а я сейчас вот вам еще покажу еще раз стаканчики, что я купила. Вот, пришла к своему кабут. Сейчас покажу вам. Ой, как мне тут это все выложить-то? Секундочку. Ну, вот, смотрите, показываю вам еще раз, какую прелесть я купила. Прям даже все в коробочке. Прям все упаковано. И вот такие вот замечательные 4 стаканчика. Вот они. Видите, какой красивый. Ну, не чудо ли? Я считаю, что 4 стаканчика за фунт просто прекрасно. И я говорю, когда бы ни пошла, все какую-нибудь ерунду обязательно куплю. Ну, вот так, друзья, показала вам кабуцейл. Увидимся еще с вами. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока.